Друзья, всем привет! 17 июня 2024 года. Это вторая часть по тесту кольца Королевы Муравьев и кольца Белефа. Сегодня мы точно узнаем, что же лучше. Погнали! Если не смотрели первую часть, то можете перейти сейчас по ссылке в описании, либо если не хотите смотреть, я сейчас быстренько расскажу, что там происходило. В общем, мы взяли Работягу и тестировали кольцо Королевы Муравьев плюс 3 и Белефа также плюс 3. Но кольцо Королевы Муравьев не показало себя вообще никак. То есть там основные показатели силы крит атак, маг умений плюс 10 и магическая атака плюс 9%. Даже из-за этой магической атаки плюс 9% показатели фарма опыта должны были хотя бы немного вырасти. Я не говорю, что на 9%, хотя бы на пару процентов я ожидал, что они вырастут. Но нет, такого не случилось. А вот Белеф показал себя очень хорошо. У нас показатели, если не ошибаюсь, выросли на 8%. Это все из-за того, что добавляется к урону от сосок. Причем добавляется не в основной параметр, как активация, а добавляется в параметр другое. И это оказалось очень важно. Сейчас мы будем тестировать на Шейхе. Но Шейх будет немножечко ослабленный. Дело в том, что я хочу немного поменять место, где будем тестировать. Раньше мы тестировали обычно в тренировочной зоне, в Башне Дерзости. Но сегодня я хочу тестировать в месте, называется, Захваченные Феями Земли. Но монстры там немного послабее и умирают довольно-таки быстро. Именно из-за этого я решил чуть-чуть ослабить Шейха. Мы уберем ожерелье Френтезы. Кольцо Королевы Муравьев однозначно оно и так и так должно было у нас убираться. Мы сначала затестируем без него, потом с плюс 3, а потом с кольцом Белефа плюс 3. Символ Фатальности также уберем. Талисман Властителя тоже. Адатион Волокас. И здесь вы можете видеть, кстати, у меня это только что оделось. На самом деле мы будем тестировать с кристаллом Деймона. Потому что также хочу просто понизить немножечко дамаг. И желательно, чтобы монстры убивались хотя бы там с 3-4 ударов. Чем больше ударов, тем лучше. Тогда показатели будут более точнее. Потому что, еще раз повторяю, если будут умирать мобы с 1-2 ударов, мы, скорее всего, вообще ничего, разницы в показателях не увидим. Буст вы можете посмотреть. Камни у меня 8-е, это основные. Дальше. Талисманы, я уже сказал, то, что Властителя мы убрали. И Агатион Волокаса также убрали. Что здесь интересного? Интеллект 121 на Мудрость 61. Маг Крит Атак 404. Детали. Сила Крит Атак в маг умений почти 170%. Но будет вырастать очень сильно. Это из-за благословенного венца героя плюс 9. Дальше давайте посмотрим. Время перезарядки умений у нас перевалили за 50. И тест мы будем проводить на соло скиллах. Я не хочу использовать АОЕ скиллы, потому что иногда мы можем цеплять больше мобов, иногда меньше мобов. И из-за этого может быть тест неточный. Так что сейчас засекаем 15 минут и фармим. Сбрасываем показатели. Единственное, сбросил я. Ребафнулся. Нет, не ребафнулся. Две минуты у нас. Также надо сделать сразу же ребаф, чтобы не тратить время. И три-четыре. Ну чувствуется, конечно, что это не супер шейх. Показатели опыта не очень большие. Ну и локация другая. И насос. Стоим на соло таргете. Два-один. Все, стоп. Отбегаем. Кстати, смотрите, какая штука. Два миллиарда девятьсот сорок девять миллионов. Получается, мы выформили чистыми. Если убрать один миллиард девятьсот пятьдесят, то получается как раз на фармили ровно один миллиард. Чуть поменьше там получается девятьсот девяносто девять. Спросил показатели. Ребаф сделан. Сейчас можем увидеть, как вырастут характеристики. Напоминаю, сто шестьдесят. Ну почти сто семьдесят здесь силы крит-атак. И двадцать восемь триста мак-атак. Одеваем кольцо АК. Очень сильно выросли. Со 170 на 195. И опять же будет перемножаться у нас свинцом героя. И мак-атака практически у нас тридцать тысяч. Пробегаем в центр. Три-четыре. Остается пятнадцать секунд. Десять секунд. Значит, переформили мы миллиард однозначно. Волшебная лампа миллиард триста пятьдесят. Два, один. Стоп. Закончили. Отбегаем. То есть, мы нафармили лишнего миллиард и семьдесят пять миллионов. То есть, по факту у нас прирост семь с половиной процентов. Это очень удобно сейчас считать, потому что мы нафармили изначально на миллиард. Да, то есть, семь с половиной процентов прирост. Ну, теперь самое интересное. Кольцо королевы муравьев сняли. Что касается кольца бельефа. Здесь основной показатель. Это у нас урон от заряда души и духа. Но этот показатель не перемножается. Значит, у нас есть здесь урон от заряда духа активация. И урон от заряда духа модификация оружия. И вот самое интересное здесь другое. То есть, получается, у нас добавится вот сюда. Но еще раз повторяю. Показатель не перемножается. То есть, чем ниже у вас показатель, тем кольцо бельефа должно быть более профитным. Давайте посмотрим. 23, наверное, 35 должно стать у нас сейчас. Да, 35. То есть, вот он еще доказательств, что оно не перемножается. Показатели сброшены. 3, 4. Остается 10 секунд. Очень-очень интересно. Мне кажется, то, что бельеф сейчас может поиграть, наверное, королеве муравьев. Да, так и будет. 2, 1. Все, стоп. Закончили. 1 миллиард 58 миллионов. Ну, почти 60. Почти 6 процентов, да. А кольцо королевы муравьев у нас добавило 7 процентов. Значит, кольцо королевы муравьев все-таки обошло. Так что сейчас я подведу итоги. У меня, в принципе, есть теория, почему так получилось. Вернулись к нашему другу. А то он меня дождался. Не умер. Вот сейчас надо его бы добить. Значит, я донесу сейчас свои мысли. Если что-то скажу не так, ну, может быть, я не прав. Да, то есть, я... Ну, я думаю, то, что все должно примерно так работать, как я сейчас скажу. Если вы думаете по-другому, можете написать в комментариях. Значит, смотрите. Если вы только начали играть, если у вас очень небольшой буст, в принципе, можно судить даже по деталям. То есть, чем меньше у вас показатель вот этот вот урон от зарядов духа, другое, чем он ближе к нулю, тем больше вам даст билев. То есть, у меня по факту здесь он составляет этот показатель 23. Если мы билет сейчас снимем, то есть, проблема в том, что этот показатель не перемножается. Если у вас ближе к нулю, там от нуля до 10, тогда окей. Вам билет даст отлично. Но чем выше этот показатель будет расти, допустим, представьте, у вас сейчас будет здесь не 23, а будет 1000 у нас, да? Хотя, ну, в игре невозможно сделать 1000. У вас будет вместе с этим билетом 1012. И вы прироста вообще никакого даже не увидите, в принципе. Так что, чем ниже, тем лучше. Чем выше этот показатель, тем профитнее будет брать тогда королеву муравьев. Ну, а здесь также нужно еще есть кое-какие уточнения. Что касается времени перезарядки. Билет добавляет также плюс 3% времени перезарядки. Если у вас меньше, чем 50%, и вы играете на каком-то шее, да, или на физклассе, где вообще 50% на физклассе очень сложно сделать, билет может быть лучше. Потому что, вот мне кажется, то, что добиться 50% на любом классе, это очень важно. Ну, наверное, единственное, конечно, на духе это не так важно, потому что можно фармить на соло скиллах, и здесь откат, он не настолько важен, как для того же шее, там, СБ, да, или какого-то физика. Кроме того, конечно, еще билет дает получаемый крит урона от всех атак, минус 13%, да, то есть для пвп. Кто пвпшится, это неплохо. Но, в принципе, я доволен этим тестом. У меня на Скайблю сейчас где-то там в районе 12-13%, то есть, в принципе, если я возьму билет, то он будет лучше, чем моего АК. Но, я думаю, не очень сильно, так что смысла в этом нет. Ну, и, как обычно, разыграем 4 промокода среди людей, которые написали комментарий к предыдущему ролику. Ярослав Белый, спасибо за тесты. Лайк, спасибо за лайк. Заебарстик выигрывает, я не могу выиграть. Так что, да, идем дальше. Семен Ай, благая пуха дает прирост Капу Крита. Да, спасибо, кстати, я вот про это не знал, то что дает Капу Крита. Спасибо большое. Вот при помощи ваших комментариев также что-то узнаю. Так, не вижу имя. Спасибо за тесты, но это мертвые классы. Да, это имеется в виду про Варкраера. Адвокаты, Ялта, 9073. А я вот остался верен Варку, играю на нем. Смотрел другие тесты такого плана, так там Варк на бустах показывал хорошие результаты, не такие, как ты. Не такие, как тут. Не такие, как ты их прочитал. Знаешь, если бы он был бы суперкрутым классом, то на нем бы, скорее всего, играли. К сожалению, вот Варк, последний раз я его помню, когда он бегал с луком. Да, он был прикольный. Был овер неплохо, но как-то сейчас и овер себя плохо показывает, и Варк. На них никто не играет. Так что я думаю, если ты играешь сейчас на Варке, просто попробуй, наверное, сделать рерол высшего эльфа. Да, просто даже попробуй покачаться на соло скиллах. Я думаю, тебе должно понравиться. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.